Самые первые танки никаких посторонних элементов на себе обычно не возили. У них и себя таскать получалось не очень, хоть их и доставляли к самой линии фронта. Но кроме привычных всем пушек, пулеметов и гусениц на нем частенько можно увидеть самые странные навороты. И по степени непонятностей одно из первых мест занимает обычное бревно. Казалось бы, зачем оно на танке? Мы разобрались. Во время Первой мировой войны в ходе битвы на Сомме из 49 танков 17 сломались еще до начала атаки, 9 после начала опять застряли в болоте, поэтому в бою приняли участие только 18 машин. Но со временем танки начали ездить все дальше, а ломаться чуть реже. Экипажу потребовался набор инструментов, которые помогли бы облегчить суровые тяготы службы. Для замены фрагмента гусеницы даже на современных танках требуется кувалда и лом, а также помощь такой-то матери. Обычно их крепят на бортах, поскольку люки в танках не очень-то широкие, и таскать через них туда-сюда тяжелые и габаритные инструменты мало кому по душе. На танке Т-34-85 снаружи прикрепляли. Печь для обогрева танка, поперечную пилу, брезент, большую саперную лопату, трос и много чего еще. И если командир экипажа не лопух, лопат у него будет больше, чем одна, а коп или капонир, как его еще называют, для танка нужен большой, копать его долго. Небольшие детали обычно укладывали в специальные ящики. Тут особо отметились немцы. Для танков африканского корпуса придумали специальный ящик, крепившийся позади башни. В шутку, его назвали сундуком Роммеля по фамилии генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля. Кстати, у современных американских танков Абрамса башней прикрепили специальную корзину. Судя по фото, ее регулярно наполняют всяческим барахлом. Ох, нелегкая эта работа, танк засевший тащить из болота. Как мы уже говорили, застревать в болотах и других неподходящих местах стало для танкистов профессиональной традицией еще с первого боя на Сомме. Выдернуть из грязи много тонн брони, задача не из легких, особенно если под рукой нет в наличии тягача. Одним из способов помочь танку самого копаться стало применение бревна. С помощью тросов его закрепляют на гусеницах и затем при движении протаскивают под машиной. А поскольку подойдет далеко не всякое бревно, да и просто местность может оказаться не сильно талисистая, подходящая полежка спокойнее возить с собой. Что ни прикрепи к танку, все пригодится, все будет полезно. И кувалды, и корзинки, и бревна. А что бы вы добавили, будь у вас такая бронированная мега-машина. Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч!